Подписывайтесь на канал доктора Фишера и не забудьте поставить лайк. Привет всем из Германии. Сегодня речь пойдет о провероне. Мой эксперимент завершен. И я могу теперь поделиться с вами моими соображениями по этому поводу. Так что досмотрите это видео до конца, чтобы не сделать моих ошибок. Использовал я для своего эксперимента проверон от фирмы Хилма. Посмотрите, за неделю получил. И вот, когда курс у меня закончился, курс у меня в конце августа закончился, я, короче, 17 дней принимал таблеточку кламифена. 17 дней, раз в день. А потом решил продолжить эксперимент с проверончиком. Мне уже 44 года, и у меня уже 5 или 6 лет назад я сдавал анализы на ГСПГ. На ГСПГ. Глобулин, связывающий половые гормоны. Это такой белок, который связывает в нашем организме тестостерон. И тем самым делает активный тестостерон неактивным. Ну, то есть, считается, чем выше ГСПГ, тем меньше у вас активного тестостерона в организме. И вот, у меня уже 5 или 6 лет назад в анализах уже показывал, чуть не в небесах уже у меня этот ГСПГ по референтам. То есть, уже тогда был высокий. Я подумал, ну, сейчас как раз курсец закончился, следующий я планирую весной. Думаю, в это время как раз поэкспериментирую с ГСПГ. То есть, оно у меня само никогда уже не понизится. А с возрастом оно все выше и выше растет. И поэтому я решил поэкспериментировать. Ну и вот это, как я вам уже сказал, 17 дней я вначале сделал ПКТ. Такое небольшое, коротенькое ПКТ. И продолжение моего ПКТ было потом я стал пить по 10 миллиграмм тамоксифен. По 10 миллиграмм через день. Кто видео мое не смотрел по тамоксифену, зайдите на мой канал. Есть видео, я там рассказывал, почему тамоксифен я считал лучше, чем кломифен. Вот. Я вот тут ссылочку выставлю. Ссылочку. И вы зайдете, нажмете и посмотрите это видео. Тут будет ссылочка на это видео. Ну ладно. Короче, как сказал уже, по 10 миллиграмм тамоксифену пил через день. И пил я, пил я, короче, 24 дня я пил, короче, вот, Проверон от Хилмы. 25 миллиграмм я пил каждый день. То есть по таблеточке в день. Получается тамоксифен 10 миллиграмм через день. И каждый день, 24 дня я пил по таблеточке Проверончика. 25 миллиграмм. Так. Потом я пошел, вот, последнюю таблетку я выпил, ну, где-то с вечерком. И на следующий день, вот, после 24 дней я пошел с утреца, сдал анализы. Ну, там, много анализов сдал. Мне надо было проверить, как я восстановился после ПКТ. онкомаркеры, я считаю, это очень важно. Если вы химичите раз в год, или вы возрастной атлет, обязательно нужно раз в год сдавать, ох, также онкомаркеры. Да. И вот, и заодно я сдал ГСПГ, чтобы посмотреть, сумел ли я за 24 дня хотя бы немножко понизить свой ГСПГ, да, который у меня пять лет назад уже был в небесах. Ну, и это, пришли анализы, короче, там, и оказалось, что ничего не сделал, короче, у меня ГСПГ еще на десятку подскочило, чем пять лет назад. то есть, вот так вот все было, короче. И я, короче, дальше стал пить проверон. Я пропил два дня по три таблетки, да, три раза в день пил, и потом десять дней пил по две таблетки. Ну, и все, у меня вот эта упаковка, короче, тут 50 таблеток, такой бутылек тут, бутылек такой с 50 таблетками, он, короче, закончился. И я вот последнюю таблетку выпил вечером и с утреца пошел сдавать анализы, вторые анализы. Но в этот раз уже я сдал только целенаправленно я сдал только тест ЛГ и ГСПГ, да, ну и вот, ребят, сегодня пришли, короче, результаты. Ну, и что я могу сказать, короче, ГСПГ, хотя я сейчас Проверон уже повысил дозировку, да, два дня по три, и еще потом остальные дни пил по две таблетки. Короче, ГСПГ еще подскочило, ребят. Ну, подскочило, скорее всего, из-за того, что подскочил тест, ну, и это, последние десять дней я, ну, перед этими анализами, последние десять дней я, короче, убрал тамоксифен и я пил, короче, по таблетке кламида от Меркотэш, фирма такая индийская. У меня очень много этого кламида от Меркотэш. Я просто решил, чтобы, ну, проверить рабочий этот кламида от Меркотэша или нет, ну, чтобы потом по анализам посмотреть, ну, это. Ну, и вот, короче, тест подскочил, ЛГ не изменилось, тест подскочил, и понятно, то есть, логически, если логически поразмышлять, подскочил, конечно, и ГСПГ, да, потому что ГСПГ, он для этого и есть, он старается, короче, избиток тестостерона, когда он высокий, старается его нейтрализировать и тем самым активного уменьшить. Ну, подскочил тест, подскочил, короче, ГСПГ, но, что плачевно, это хилма, короче, проверон от этой хилмы, короче, не помог, ни в чем не помог, он даже не смог предотвратить повышение ГСПГ из-за повышения тестостерона, не уже говоря, а вообще о поднижении, короче. Вот так вот, ребят, чё, подведем итоги, а, ну, короче, по анализам еще будет видео с моими анализами после ПКТ, да, ну, вот, и там я еще раз покажу вам свои ГСПГ, какие были у меня на первом и на втором разу, просто сейчас я не смогу вам показать, потому что у меня сканер, сканер сломался, или скэнер, я не знаю, как у вас по-русски называется, у меня сломался, поэтому я не могу эти бумажки-то у меня лежат, вот эти, с лаборатории, но я их не могу засканывать, короче, поэтому будет отдельное видео, вы в нем узнаете много интересного по анализам, там будут мои ПКТ, после ПКТ анализы вы увидите, как я восстановился, что у меня было повышено, что было понижено, и расскажу вам, может быть, или отдельно, или сразу, когда буду вам показывать анализы про онкомаркеры, как я вам сказал, это очень важно, сдавать онкомаркеры, особенно, если вы в возрасте, да, вот как я, например, мне 44 года, или вы, например, колите гормон роста, то это тоже очень важно, короче, чтобы не получить онкологическую болезнь, или если, даже если вы получили, чтобы ее вовремя опознать и вылечиться, перед тем, как метастазы распространятся в вашем организме, ну ладно, про это я, наверное, отдельное видео сниму про онкомаркеры, ну вот, ребят, вот, вот такой видосик вам надеюсь зашел, буду, я теперь делаю следующий уже эксперимент, начал со стонозололом и кламидом, посмотрим, попью недель 6-8, а потом тоже сдам анализы, посмотрим, что будет со вторым экспериментом, все-таки цель у меня все та же, понизить ГСПГ, повысить свободный тестостерон, повысить андрогенную активность, кстати, в этих анализах вы увидите, какая у меня андрогенная активность, там, лаборатория нет, уже все посчитала, в общем, вот так вот, ребят, короче, с вас, ребят, с вас, вот вы сейчас видео досматривайте, с вас лайк, давайте, ставьте лайки, давайте, в этот раз побольше лайков, чтобы продвигать мой канал, мой новый канал, этот канал, он эксистирует с начала сентября, потому что, вот, после того, как у меня старый канал YouTube удалил, я сразу, буквально, в этот же день открыл свой новый канал, то есть, ребята, я не сдался, я не сдался, но меня еще смотивировали, смотивировали Саша Казаков и Павел Никифоров, и они мне, кстати, помогают дальше, да, там, пару подписчиков мне подбросили, да, наверняка, многие из вас подписаны на Павла Никифорова и Саши Казакова, а кто не подписан, зайдите к ним на канал и подпишитесь, вот я им даже рекламку сделал, это мои товарищи по цеху, они тоже химичат, делают анализы, экспериментируют, там, вот, делятся с вами своим опытом, вот, так что, на этом буду заканчивать свой видосик, следующий видосик я уже вам покажу анализы после ПКТ и там вы увидите также мой ГСПГ, все, все моноболизма, до новых встреч на канале доктора Фишера, Ауф Ви Дерзейн, Ребят, ну чё, какой у меня вердикт с этой Хилма, про Верон от Хилмы, я считаю, это, короче, пустышка, я походу купил пустышку, да, напишите в комментариях есть ли у вас уже опыт с этой фирмой Хилма, да, её хвалил, вот, например, Александр Никулин её хвалил, её потом, после, как они Стероид Мэтт с Никулиным поругались, там, Юзовал Стероид Мэн, вроде, много было положительных отзывов, но, как говорится, про Верон у них походу палёный, то есть, пустой, скорее всего, я пил 50 таблеток не про Верона, а мела или звёздки какой-то, в общем, ребят, жду от вас комментариев, напишите, что вы думаете по поводу Хилма, в частности, других препаратов, да, я вот, ещё, к сожалению, купил, кроме про Верона, Ановар, Анополон и Метан, но я их ещё не пробовал, надеюсь, что хотя бы в тех препаратах есть хоть какое-то действующее вещество, если нет, то тогда, получается, я 200 евро выкинул на ветер. Пока. достаёт, Продолжение следует...